Доброе утро, мои зрители! Именно утро, потому что я вот только-только раскрыл глаза, умылся и тут же побежал, естественно, узнавать результаты прошедшей церемонии награждения в Вегасе, где отмечали лучших игроков НХЛ по итогам сезона. О них я упомяну в конце или даже лучше переходить в мою группу ВКонтакте, где я уже все это разместил. Ну а сейчас меня больше всего интересует, конечно же, вышедший трейлер НХЛ-19. Я думаю, что и вас он тоже интересует. Я его еще не смотрел, но, конечно же, я знаю, что на обложке НХЛ-19 будет Пикей Субан. Просто невозможно было эту новость пропустить, я проснулся, у меня весь телефон в сообщениях, и вы мне пишете, Субан, Субан на обложке, Субан на обложке, как ты к этому относишься? Друзья, ну, в том ролике, в котором мы говорили с вами о Кузнецове и его возможности появления на обложке НХЛ, одним из претендентов в самом-самом конце я все-таки назвал Пикей Субана, хоть и сильно его не отмечал. Ну что сказать? Это нормально. Это очень медийная и достаточно известная личность для НХЛ. Естественно, Пикей Субан является одним из лучших защитников лиги. Ну и, друзья, конечно же, нужно не забывать о расовой принадлежности. Или, наверное, я немножко неправильно сейчас выражаюсь, но вы поняли, о чем я говорю, о цвете кожи Пикей Субана. Просто последнее время тенденция идет именно в этом направлении. И поставить на обложку парня именно темнокожего было логично со стороны НХЛ и разработчиков. Вот, вот, прям тут же сейчас приходит сообщение о том, что Вабон, ты видел новый трейлер? Нет, я еще не видел. Сейчас буду смотреть. Ребята, подождите. Ну а по поводу Пикей Субана, ребят, ну радуйтесь, что женщину не поставили. Тут могло быть им все что угодно. Ладно, все это шуточки. Поехали. Смотрим трейлер НХЛ-19 и посмотрим, что же нам он покажет. Так, зима, открытое пространство. Я понял. Закадровый голос. Друзья, ну как мы и предполагали, когда выходил тизер, я думаю, тизер вы тоже в моей группе ВКонтакте видели, что будет сделан акцент на открытый воздух. И помните, в одном из роликов я просил зимнюю классику. Это, конечно, не совсем классика, но, скорее всего, может быть, и классику опять вернут, потому что я в курсе, что в старых частях НХЛ она была, но вот в последнее время ее не было, и мне ее лично не хватало. Да, теперь будет открытый воздух, и, возможно, так как здесь видно, что это все-таки не большое хоккейное поле или небольшой стадион какой-то, то это будет любительский хоккей, тот, в который мы лично с вами играем. И вот это очень круто. Виды очень красивые. Ну да, ну да, смотрите. Просто посмотрите, хоккеисты. Так, Мэдисон Сквергада, мы резко перемещаемся. И Пики Исус, он, конечно, как лицо НХЛ. Воу, 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 пауза, пауза, подождите, сразу, сразу, сразу. Так, все здесь нормально, Торонто, эмоции. Друзья, это... Значит, что хочу сказать я. Во-первых, вы обратили внимание на вот эту одежду. Вот это будет очень атмосферно. То есть, если тройки в прошлом сезоне нам добавили вот такой вот лайтовости, что ли, игры. Игра именно для отдыха. Вот подобный режим. Это же FIFA Street. Только в хоккее. И это круто. Хоккей-стрит, я не знаю, как угодно назовите. Вот это очень будет круто, потому что одеться так, как ты одеваешься, когда играешь на улице. Тем более, если играешь вот на такой площадке, когда шайбу нельзя поднимать. Ну, я думаю, многие из вас по таким правилам играют. То ты одеваешь только краги. Ты одеваешь щитки на ноги. Ты одеваешь... Да больше ничего не одеваешь. Ну, кто-то там, может, на локотнике еще одевает. Я лично этого, по-моему, не делаю. Ну, или когда как. И вот тот турнир, который я комментировал в Волгограде. Red Bull, который устраивал. Да он по всей стране, в общем-то, устраивался. Вот там ребята у меня именно так и играли. Да, да, да. Ну, блин, ну очень круто. Ну, вот это круто. Блин, спасибо. В такой режим я буду играть. Я так понял, там игра 2 на 2 ведется. Тоже интересно достаточно. Хоккея большого вы нам покажете? Или все-таки только про улицу будет информативность? Есть. Вот такой хоккей. Но... Ну, естественно, куча шмоток. Куча шмоток. Это круто. Это вот я говорю, к FIFA Street возвращаемся. Когда ты мог на Zidane какого-нибудь или там на еще известных футболистов одеть. Что-то вот типа спортивного костюма. У меня есть такой костюм сборной Франции. Zidane там в таком же бегал. Вот. Вот это круто. И это прикольно. Очень прикольно. Овечкин. Овечкина. Отметили. Миздец. Куда же без Саши-то? Ну, я думаю, не только в лесу, да, будут игры. Скорее всего, это будут какие-то городские катки. То есть, где-то внутри дворов. Вот это будет очень атмосферно. Очень круто. Блин, длинная куртка, посмотрите. Ага. И показали нам. Меняется. Да, 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 да. Вот именно на это идет намек. Поменялось у нас время. И то есть, есть искусственное освещение. Не только днем будут, значит, матчи проходить. Ну, я думаю, вы заметили вот это разделение по центру, что площадка уменьшается в два раза, чтобы играть два на два, как я понял. И тут же на Субана акцент. Все понятно. Кроспи, передача. Так, ну, Юнсель. Игровой процесс вот НХЛ, именно Лиги самой, пока ничем не поменялся. И вот сложно говорить о том, что есть ли здесь новый движок или это все на том же самом движке делается. Ага. Ну, понятно. И внутри, и снаружи, и овечки с кубком Стэнли. Вот это очень круто. А, ну и вот оно. Как мы и предполагали, будут, естественно, обложки не только с Субаном, но и с Грецки. Там будет, я так понял, несколько различных версий. Ну, как это обычно бывает. Сейчас поподробнее мы с вами на этом тоже остановимся. Запрет заказ. Три дня на три дня. Раньше мы игру получаем 14 сентября 2018 года. Это теперь официальная дата выхода игры. На этом трейлер заканчивается. Давайте теперь по новостям. Значит, друзья, что мне удалось узнать. Важное. Вот самое важное. То, что больше всего вы ждете. Пока информации, выйдет ли НХЛ на ПК, нет. Есть, конечно же, акцент на Xbox One и PlayStation 4, но про персональные компьютеры молчат. Будем ждать дальнейшей инфы, потому что, естественно, это еще не все об НХЛ 19. Новый режим World of Chill. Это режим, который как раз таки игра на улице. Будет, значит, там 900 вариантов изменений внешнего вида. Но да, это круто. Это жакеты, куртки, ввязаные свитера и все, что мы одеваем на улицу, когда играем в хоккей. Также в игре появится еще 200 хоккеистов легенд из-за всю историю НХЛ. Во-первых, я очень надеюсь, что там будут русские ребята. Прямо очень-очень. А во-вторых, сколько же, блин, они будут стоить через пару месяцев. Опять там по 5 тысяч будут раздавать. Такое количество карточек НХЛ. Неужели вы пойдете по тому же направлению? Это не совсем правильно, как мне кажется. Новый режим НХЛ Once. Это игра 2 на 2. Ну, как я и предполагал. Игра будет проходить не только на открытых катках, но и на водоемах. Вот это прикольно. По поводу изменения геймплея. Разработчики говорят, что проработана физика игры, полностью новая анимация. Акцент сделан на скорости, ускорении игроков, а также управляемость этими самыми игроками. Ну, одно и то же, каждый год. Есть стандартное издание. 5 простых золотых наборов, 6 предметов. Короче, даже углубляться в это не буду. Легендарное издание. Скорее всего, именно на издании этом будет на обложке Грецкий с Кубком Стэнли. За предзаказ на 3 суток раньше. То есть, 11 сентября вы получите доступность игры. Ну, и там 20 наборов. 5 золотых, 5 карт. Короче, это, я думаю, все найдете. Плюс там легенды. Плюс те, кто были на обложках. Субан, Тейв, Старосенко, МакДэвид. Ну, то есть, этих игроков там сможете получить. Ребята, я думаю, это все сами сможете изучить. И ультимейт эдишн, 40 наборов. Все. Больше информации пока никакой нет. Но это хоть что-то. Мы увидим новые режимы. Это хорошо. Это значит для канала контент. Ну, а будет ли новый движок? Выйдет ли игра на ПК? Будет ли там КХЛ? На все эти вопросы нам разработчики ответят позже. Либо не ответят. Просто промолчат и все. Надеюсь, вам понравилось. Пишите свое мнение обязательно в комментариях. Я все прочитаю. Также не забывайте поставить лайк за такую информативность. И подписаться на мой инстаграм. Ссылка находится в описании под этим видео. Будем надеяться, что НХЛ-19 будет лучше, чем НХЛ-18. Ну и всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok